Вчера вечером, недоезжая в Минео, где-то километров 70-80, влетел в колею из пухлика. Колья-то, в общем-то, невысокая, сантиметров 30, наверное, только. И в ней ручеёк, она достаточно широкая, но в ней ручеёк. Там был дождь, видимо, намыло. Чуть-чуть не рассчитал от фокса, но и гад, поэтому не готов. В общем, упал в этой колее, повредил ножку. Так что поездка моя, наверное, закончилась. Ножку повредил не сильно, но ехать дальше больно. Поездка моя, наверное, закончилась. Я сегодня из Минео, переночевав у дяди Лёши, выдвинулся в сторону дома. Не доезжая к Кульсаров, 4 километра, у меня закончился бензин. Я что-то не рассчитал. Там были остатки. В Минео заправляться не стал. Бензин там не очень хорошая заправка, и бензин плохой. Думал, до этого Кульсаров там вроде как получше. И открутил до 120-30 на этой кроссовой резине и на сильных зубьях, ой, звездах. Что-то он у меня сожрал скотину, все мои запасы сразу же. Вот, и я за 4 километра встал. Простоял, но с бензином заморачивался где-то час. Час потерял. Но прям относительно быстро подъехали гаишники, а я еще остановился на знаке. Остановка запрещена, газопровод, там все дела. Подъехали гаишники. Чего случилось? Чего стоим? Я говорю, да вот бензин закончился. Они такие, да. Я говорю, у меня канистра есть, может съездить? Они, да, давай. Это наша работа, помогать людям. Короче, взяли канистру, сгоняли мне за бензином. Кульсары, в общем, привезли все нормально. Я заправил своих заслужений, дальше поехал. Вот, я их очень сильно благодарил. Они, да ладно, мы вот специально. Так вот, это все нормально, это в порядке, мол, типа вещей. Ну, а то говорят, что менты-козлы. Я говорю, да вы что, не все. Ну, и поехал с позитивным настроением. Сначала, конечно, с утра было немножко обидно, потому что настроен был ехать. Думал, если честно, вечером думал, а, фигня, чуть-чуть потянул, ножка заживет, и я поеду дальше. А, короче, получилось так, что встал утром, и чувствую, что дальше я не поеду. Вот, не могу. Ну, и ехал, 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 и перед Атерау, короче, другие менты, которые козлы, вот те, которые козлы, ехали за мной. Ну, да, я превышал, конечно, там, где-то 115-120 я ехал, они ехали за мной и насчитали мне 135 аж. Я думаю, ну, вот где вы такие цифры берете? Я говорю, у меня навигатор КПС и все остальное показывает же скорость эту. Они, нет, у нас сертифицированный прибор, у нас вообще все правильно, там, сейчас административный протокол, штрафы и все дела. Я говорю, да, ну, не ехал у меня, кстати, чего остановился на свече менять, да, умер он после бензина, который Жан-Азели залил. Вот так вот, проехал весь Казахстан, в общем-то, относительно все было прекрасно показывается, вот, запутся, я почувствовал, вчера он уже Пинел начал умирать, что-то через раз там, через 4-х такт не стало, 8-х такт, через раз зажигание срабатывает. Вот, ну, в общем, как бы, вот такая вот штука. Ну, и надрали меня на 1000 рублей, на 5000 тенге. Ну, это я сам виноват, у меня деньги закончились, размена не было, было только вот в кармане 5000 тенге. И он там, брат, сколько эта дорога, сколько душа там, типа, позволяет. Я говорю, блин, душа-то вообще не лежит про себя такой, думаю, не давать вам ни хрена ничего. Они такие, ну, я говорю, ну, сколько, не обидно, я говорю, я же не знаю, сколько у вас. Они такие, нет, сколько дашь? Я думаю, да у меня-то, я говорю, только неразменно 5000-ми. Он такой, ну, это нормально, все дают. Я думаю, блин, сдачи не будет. Так, ну, в общем, еду про себя от Атырау, вот 100 километров уже пилю и думаю, вот, ну, надо же, думаю, говняки обращили все это, все настроение. Думаю, так позитивно все было. Думаю, блин, и в первый раз, когда я ездил в Казахстан, мне так казахи не понравились, везде обманывают, везде обсчитывают. В этом, в эту поездку мою казахи меня просто удивили. Мне везде сдают сдачу, везде полностью, даже там дистюмчики какие-то суют мне тенге и все остальное. То есть, раньше такого не было, раньше на заправке там до 200, до 300 тенге просто могли замылить, а сейчас прямо вообще везде и в магазинах. Люди добрые, люди хорошие, постоянно там мне во всем помогают. Вот, я не знаю, в эту поездку сталкиваюсь только с хорошими людьми, только с хорошими. Ну, не считая вот этих двух козлов, которые вежливо разговаривали, но все-таки меня на 5000 тенге обули. Так что вот. Сейчас буду менять свечи, ехать невозможно. Любой обгон, ручку откручиваешь, а он затыкается, видимо, не пробивает это. Вообще, искра попадает. Так что поменяю свечи и, наверное, поеду дальше. Может быть, сегодня буду дома. Всего хорошего, до новых встреч. Свечи имеют вот такого вот вида копченый нагар. Что-то я потерял свечку. А, вот она. Ха-ха. Вот, наверное, видно. Вот там вот очень толстый, видно, он образовался. Но свеча имеет свойство к самоочищению, но, видно, очиститься ей не судьба. Потому что вот эта вот прям корка такая толстая. Вот видно переход, да? Вот она сзади за изолятором между одним контактом и за этим. На изоляторе между центральным и боковым контактом прям пипец как. Ее, наверное, и пробивает. Сейчас еще вторую выкручу, посмотрю. Вторая свеча получше. Видимо, на ней я и ехал. А та, наверное, совсем затыкалась. Не работала. В общем, заменю обе. Поеду на новых свечках. И будет мне счастье. Редактор субтитров. Корректор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...